Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Вилошева. Ректорские залежи. Что ждет главу одного из днепровских вузов, который кое-что подзабыл внести в декларацию? Накопали, кто и зачем вывез радиоактивные отходы из Крапивницкого? Ни себе, ни людям не развалится ли залитые дождями Черновицкие музеи, учитывая безразличие местных властей? Жили бедно, хватит. Что изменится в резиденции Дональда Трампа через две недели? Забывчивый ректор в Днепре фигурантом уголовного дела стал глава одного из местных университетов. Что он не указал в своей декларации и сколько ему теперь за это светит, расскажут наши корреспонденты. Гол как сокол, так активисты говорят о ректоре Государственного химико-технологического университета Александре Пивоварове. Показывают его декларации за 2016 год. В ней пустые строки о доходах и сбережениях. Но как ни странно, ученый указал, что в конце года стал владельцем загородного дома в полтысячи квадратных метров, квартиры и автомобиля. Семельный участок и квартира у них появляется у его семьи под Новый год. То есть с 31-го, 12-го, с 2016-го они неким образом у них образуются. Наверное, Дед Мороз подарил. По всем остальным моментам его декларации, то есть там банально пропуски стоят. Поэтому говорить о примере ректора для остальных сотрудников нельзя. Теперь бедным ректором заинтересовались соответствующие органы, а точнее его доходами. Открыто уголовное производство. Пивоварову грозит немалый штраф, общественные работы или тюремный срок. Сейчас длится досудебное расследование. Правоохранители уже затребовали в пенсионном фонде информацию о выплатах Александру Пивоварову. Ведь, согласно документам, ректор с 2007-го года на пенсии. Говорить о заработках сам Пивоваров согласился неохотно. Говорит, что доходы у него скромные, зарплата чуть больше 14 тысяч гривен, а пенсия и того меньше, даже не достигает пяти. Уверяет, скрывать ему нечего, а в декларации не указал суммы из-за спешки. Появился ключ от моего личного кабинета декларационного. Это уже было 20 марта. 21 марта я улетал в Китай на очень большую конференцию. Но после того, как я приехал, я дважды обращался в НАБУ в отношении того, чтобы исправить это все. И мне нечего скрывать. В графе о недвижимости якобы тоже допустил ошибку. Рассказывает, что владеет квадратными метрами больше 20 лет. Автомобиль помогли приобрести дети, а сбережений на самом деле нет. Готов все объяснить в суде. Вот только дойдет ли дело до него? Вопрос открытый. Привлечь к ответственности за ложь в декларации пытались уже ни одного чиновника, и даже нардепов. Но пока дальше административных штрафов дело не пошло. Елена Миндалюк, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер из Днепра. К преждевременной раскопке радиоактивного могильника под Кропивницким причастны местные коммунальщики. Две недели назад, я напомню, неизвестные с помощью спецтехники раскопали остатки токсичного металла, захороненные 30 лет назад. Куда и зачем вывезли фонящие отходы и кому принадлежит изъятый экскаватор, выясняла Елена Брынза. Раскопанная земля, разбитые контейнеры, горы металла. Так выглядел радиоактивный могильник две недели назад. Остатки промышленного оборудования, облученные Сезием-137, почти 30 лет назад вывезли из местного строительного предприятия и закопали. Трехать их нельзя минимум 300 лет, ведь фонят они до сих пор. Для вскрытия могильника охотники за металлоломом использовали спецтехнику. Полиция изъяла с места преступления вот этот экскаватор, который нелегалы в спешке бросили рядом. Речь идет о главном инженере коммунального предприятия «Универсал-2005» Игоре Тюрине. В его декларации за прошлый год указан этот экскаватор, оцененный в чуть больше 40 тысяч гривен. Каким образом списанная коммунальная техника попала в личное имущество чиновника? При каких обстоятельствах оказался этот экскаватор на месте раскопанного могильника? Ответы мы пытались узнать у самого Тюрина. В полиции по факту незаконных раскопок еще три недели назад открыли уголовное производство за нанесение ущерба окружающей среде. Но пока ничего не комментируют, дескать, тайна следствия. Разрытый могильник закопали, а в мэрии до сих пор так и не решили, куда вывести радиоактивные отходы и как их утилизировать. Елена Брынзова, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кропивницкий. США рассматривают возможные варианты помощи Украине, чтобы противостоять российской агрессии. Об этом в эфире одного из американских телеканалов заявил советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер. На вопрос о возможном предоставлении оборонительного вооружения Украине Макмастер ответил, что решение пока не принято, но в Белом доме думают о том, какая помощь сейчас Киеву нужнее всего. Мы уже предоставляем поддержку Украине, но сейчас выясняем, в какой форме поддержки она еще нуждается, чтобы иметь возможность защитить свою территорию и предотвратить любые проявления агрессии. Теперь главное добиться того, чтобы Россия не продвинулась дальше в дестабилизации или наступательных действиях. Антироссийские санкции и ситуацию в Украине госсекретарь США Рекс Тилерсон обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча эта состоялась в рамках конференции Ассоциаций государств Юго-Восточной Азии в Маниле. Это первое мероприятие после подписания Трампом новых ограничений для Москвы. Вашингтон пока не комментировал переговоры. Российская же сторона сообщила о том, что госсекретарь Тилерсон интересовался деталями ответных мер со стороны Москвы. Продолжаются обстрелы со стороны боевиков на востоке Украины. За минувшие сутки они пять раз открывали огонь по позициям ВСУ. На Луганском направлении применяли запрещенное тяжелое вооружение. Кроме этого, в районе Песок противник использовал БМП. Украинские саперы продолжают защищать территорию Донбасса от вражеских снарядов. Украинские саперы и далее продолжают очищивать землю Донбасса от смертоносных, выбухонебезпечных пристроев. Эти подарки злочинцы сотнями оставили на полях, в домах мирных жителей и важных объектов инфраструктуры. Так только за минувшую неделю наши саперы обстрелили больше 8 гектаров территорий, из которых выложили более 100 выбухонебезпечных предметов. Нардепы на нулевке проинспектировать работу пограничников в Херсонскую область приехала группа парламентариев. Это не первый их визит в пункты пропуска. Главная цель таких поездок – выявление проблем, мешающих укреплению украинской границы, оценка евровала и подготовка законопроекта для усовершенствования погранслужбы. Израильские газеты называли участие Ирана в беспорядках на Храмовой горе. Оказалось, что различные общественные организации, финансируемые Тегераном, активно помогали мятежникам и снабжали их провизией и деньгами. Причем Израиль узнал об этом от самих палестинцев. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Конечно, в Исламской республике пристально следили за происходящим в Иерусалиме с самого начала этих событий и активно их комментировали, разумеется, в пропалестинском ключе. Но, как выяснилось, одними комментариями дело не ограничилось. И выяснила это, как ни странно, палестинская служба безопасности. По ее сведениям, десятки тысяч арабов перед очередным раундом столкновений на Храмовой горе получали продуктовые посылки. На упаковках на фоне мечети Алякса и палестинского флага была напечатана знаменитая цитата Айеталы Хамейни. С помощью Аллаха Палестина будет освобождена и Иерусалим наш. Раздачу посылок курировали неправительственные иранские молодежные организации, чьи представительства сейчас находятся в Иерусалиме. Кроме того, выяснилось, что и Турция, помимо Тегерана, активно вмешивается во все происходящее в Иерусалиме. Ее лидер Реджеп Эрдоган обрушился с критикой на Израиль практически сразу после начала беспорядка. Законодательство Израиля имеет важное значение с точки зрения того, какое уважение оно проявляет к Палестине и к палестинскому народу. А эти события указывают, что Израиль не проявляет никакого уважения к особому статусу Иерусалима, который охватывает три религии, а также к мечети Алякса. Израиль встает на опасный путь, в конце которого его ждет ужасный ущерб. В окружении палестинского президента Махмуда Аббаса не могут сдержать ярость. И все это происходит под носом у всесильных израильских спецслужб. А сотрудничества с ними у палестинской разведки как раз никакого нет. Оно было заморожено именно из-за событий в Иерусалиме. Тем временем в израильской столице один за другим открываются филиалы и представительства различных молодежных, религиозных и прочих общественных организаций, чьи штаб-квартиры находятся или в Анкаре, или в Тегеране. И все они, по сведениям, которые предоставляет Рамала, активно занимаются антиизраильской пропагандой и вербуют сторонников. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Теракт на военной базе в Иране. Солдат открыл огонь по своим сослуживцам. Об этом сообщают местные СМИ. Четыре человека погибли, десять были ранены. По предварительной информации, у военнослужащего могли быть психологические проблемы, либо же он выстрелил по неосторожности. Совбез ООН единогласно принял резолюцию об усилении санкций против КНДР. Решение было спровоцировано очередными запусками межконтинентальных баллистических ракет. Новые ограничения приведут к потере Северной Кореи почти миллиарда долларов ежегодных экспортных доходов. Повлиять на возобновление переговоров между странами пытается Пекин. Сразу после усиления санкций глава китайского МИДа встретился со своим коллегой из КНДР и призвал не провоцировать международное сообщество новыми испытаниями и придерживаться резолюции ООН. В то же время Пекин призывает США прекратить развертывание систем противоракетной обороны в Южной Корее. Развертывание системы ПРО не будет способствовать решению вопроса об ядерных испытаниях и запуске ракет Северной Кореей. В то же время это существенно ухудшит стратегический баланс в регионе и навредит безопасности нескольких стран, включая Китай. Пекин решительно призывает прекратить установку систем и демонтировать оборудование. Но и КНДР должна уважать резолюции Совбеза и прекратить действия, которые приводят к напряженности на полуострове. Жизнь над пропастью. Из-за бездеятельности чиновников жители села Шипаровцы на Прикарпатии могут остаться не только без крыши над головой, но и без земли под ногами. Причина – сильные оползни в районе реки Прут. Все подробности расскажут мои коллеги. Десятиметровая пропасть, за ней огромный пустырь. Такой вид из своего окна Галина Анишкевич наблюдает в течение нескольких лет. Хотя не так давно, говорит женщина, на этом месте росли деревья, даже проходила дорога. Берег реки Прут начала обваливаться еще в 2010-м, после очередного наводнения. Я как за ниш встала, думала, что инфаги станут за 30 метров, если в ниш забрал, то я вам даже не могу объяснить, как мне страшно стало. А как что за 30 за ниш, а кто знает, что может быть завтра. А как дощи идут, то мы уже переживаем, потому что мы не знаем, что ждать. Над обрывом в воздухе повисла газовая труба. Люди опасаются, в любой момент она может упасть под угрозой дома самих селян. От них до обрыва меньше 50 метров. Жители Шипаровцев не единственные, кто сегодня в шаге от пропасти. Такая же ситуация еще в 10 селах. Причина везде одна – массовый вывоз гравия с берегов реки. Вот этот пятачок, там, где мы видим, тут же постоянно выбирался шутер. В итоге понижается, ну, как бы русло они понижают, и они сами уровень земли понижают. Поэтому тут, как бы, при любом повине оно все затопляет, и вода стоит. Об оползнях в сельсовете знают, но решить проблему сами не могут. Говорят, не хватает денег. Весь бюджет села – 350 тысяч гривен. Несколько лет назад областное управление водных ресурсов уже занималось укреплением берега. Результатов не видно, зато потратили больше миллиона. Обещали возобновить работы, но два года тоже не могут найти финансирование. И когда будет, чиновники не знают. Ведь за последние три года из госбюджета на подобные работы вообще не выделяли денег. В нынешнем году профильное управление получило всего 8 миллионов из областной сметы, хотя просили больше 140 миллионов гривен. Поэтому тем, кто оказался в опасной зоне, приходится самостоятельно решать проблему. Помогают и местные предприниматели. Они свозят к обрыву строительный мусор, чтобы укрепить берег. Уже разгрузили больше 300 самосвалов. Елена Митязова, Жанна Дучак, Зиновьев, Автонас. Подробности – телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Подводный мир. В Черновцах даже дожди нещадно повредили старинное здание областного художественного музея. Какие экспонаты пострадали, что удалось спасти и почему никто не торопится делать ремонт, разбирались мои коллеги. Его называют сердцем Черновцов. Посмотреть на это уникальное здание съезжаются архитекторы со всего мира. Но сейчас персоналу художественного музея не до туристов. Недавние дожди нанесли помещениям большой ущерб. Вода залила и административные кабинеты. Стекло, скажем, сверху. Вот тут видите, тут не до конца идет наличник. И оно сверху. Когда полилось, вот само сверху. А так оно промокало просто как-то через стену. Начало капать из стели. На столе я знала, даже на паперах, пляму. Стены и пол в разводах, в кабинетах запах плесени. Вода добралась и до музейных фондов. К счастью, старинные картины не пострадали. А вот этому столетнему панно повезло меньше. Уникальная картина известного художника Николая Васюка после ливня покрылась пятнами. На ее реставрацию теперь понадобится не один месяц. Если ничего не изменится, музей может потерять все уникальные экспонаты, говорят искусствоведы. Каждый раз я боюсь и каждый раз думаю, пригадую, кому я в последнее писала листы и кому еще их можно написать. Но результатов за этими листами, на жаль, нет. Такими темпами строительство сруйнуется. Потому что есть проблемы с всеми. И с водопроводной системой, и с водостачной системой, и с опаливальной системой. В областном управлении культуры оправдываются, нет денег. А если бы они и были, все равно помочь музею не могут. Музей, как орган управления, залежит от нас, мы керуем. А помещение належит городской раде. Где-то до 20 миллионов гривен нужно для того, чтобы подновить его. Судьба художественного музея волнует и экскурсоводов. Именно отсюда начинается большинство осмотров достопримечательностей. Да и туристов, желающих увидеть одно из старинных зданий города, с каждым годом становится все больше. Туристы, конечно, не поднимают голову. Но все-таки, шкода, что мы должны хвать то, что есть сейчас на стенах. Потому что с часом это может действительно отвлекать туриста и додать каких-то негативных эмоций про чинивцы. Найдут ли деньги на ремонт, чиновники пока молчат. Искусствоведы же боятся, что из-за бюрократической волокиты о музее просто забудут. Им остается следить за прогнозами синоптиков, когда будут осадки, чтобы встретить их во всеоружии с тряпками и тазиками. Ольга Теребинская, Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. После недели аномальной жары на Украину надвигается буря. Почти по всей стране ожидается сильнейший ветер с дождем и градом. А завтра во многих регионах прогнозируют грозы. Об этом сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидромедцентр. Сегодня и завтра ливень обещают и в столице, а в отдельных районах Киевской области град. Буря обойдет стороной Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области. Там все ограничится обильными осадками. Шторм обрушился на Скадовска и чуть не сорвал гала-концерт фестиваля Черноморские игры. Из-за сильного ветра и ливня режиссерам пришлось приостановить подготовку. Ураган полностью разрушил кровлю одной из турбаз в непосредственной близости от сцены. Но арена выдержалась, стихия не повредила даже тенты. Шторм бушевал около часа, а после техники проверили все оборудование, заново настроили звук. И как раз в эти минуты начинается гала-концерт, его можно посмотреть онлайн. Дети просто такие, что я не рассчитывал на такие эмоции. Я приехал, начал плакать от радости, от того, что они настолько талановитые, настолько они классные. У меня такие мурашки по шкаре. Они заставили меня сегодня плакать. Я не плакал где-то с піврока. Сегодня главный день. Сегодня гала-концерт, где, собственно говоря, пределится победитель гран-при. Но они состоятся, несмотря на погодные условия. Мы готовимся всегда к любой погоде. И, понятно, для нас жара была аномальная. 38-40 градусов. Но дай Бог, чтобы уже сегодня не было дождя. Дождь прошел, был ветер, был град. Все было, но сцены...